Здравствуйте, уважаемые зрители канала Культура Достоинства. Здравствуй, Андрей. Добрый день, уважаемые зрители. Ради бога, опять простите нас за то, что мы выходим вот так вам, как радио, в режим радио перешли, потому что нет возможности встретиться, нет возможности записать, все на самоизоляции, поэтому передачи выпускаем в таком формате. Андрей, сегодня я бы хотел с тобой обсудить тему, связанную с Юлией Цветковой. Ей вменяют меру до 6 лет лишения свободы из-за ее рисунков, то есть за распространение порнографии. Вообще, что это за ситуация? Можно нам что-нибудь про это рассказать? Ну, я как бы сильно не углублялся в ситуацию, рисунков вообще этих не видел. Но я поддерживаю общественность, которая возмутилась тем случаем вопиющим по поводу девочки, по поводу рисунков, обвинения в порнографии. Это вообще нонсенс. Казалось бы, 21 век, уже вся эта тема интимности, она давно уже сняты, все запреты с нее. И вообще, не ханжа, да. На мой взгляд, вообще запрет на порнографию, это абсолютное ханженство, это абсолютно невешенство. Порнография, она, конечно, не должна быть под запретом, это на мой взгляд. Потому что ничего такого в этом нет. Это лучше, наверное, когда человек, одинокий человек, будет смотреть порнографию, да, или не одинокий человек, или когда семейные пары уже не могут из себя утешить, да. То есть, я, конечно, не профессиональный сексолог, да, но все-таки у меня был курс психологии, да. И я думаю, что порнография, это является уже частью нашей культуры, да. Это, безусловно, это не искусство, да, но это часть нашей культуры. Вы знаете, у меня на передаче был Кирилл Разлогов, известный искусствовед, доктор, кстати, искусствоведения, ведущий телеканала «Культура», да, кинокритик, президент гильдии кинокритиков нашей страны, это Кирилл Разлогов. И он мне четко сказал, да, я люблю порнографию и эротику. Ну, общеизвестно, что я люблю эротические картины, особенно картины высокого качества, хотя с интересом смотрю и порнографию, она тоже очень полезна, с точки зрения культурологии. И меня, конечно, не удивили все эти высказывания и Рената Литвиновой, и Владимира Познера, и Людмилы Петрушевской, и других уважаемых людей в защиту этой девочки. Это абсолютно не имеет никакого отношения к порнографии. Тем не менее, они вызвали возмущение каких-то очень высокоморальных людей. Я думаю, что, ну, когда там говорят, что там нет порнографии, мне на самом деле все равно, есть там или нет. Я считаю, что за рисунки судить просто нельзя человека, да, даже если там есть пропаганда нетрадиционных отношений, даже если там есть порнография. Понимаете, это, она же не в церковь вам принесла их. Она свободный человек, живет в свободной стране, да, по крайней мере у нас это, в этом гимне, да, который у нас поется, Россия свободная наша держава. Так будьте уж любезны и соответствовать тем словам, которые прописаны в нашем гимне. Потому что, ну, я еще раз повторюсь, порнографии я не вижу зла никакого. Если там, конечно, не участвуют дети. Если это взрослые люди, то это вполне, этот запрет нужно снять с этого. Андрей, насколько я знаю, ты описал обращение, чтобы снять запрет как раз с порнографии. Действительно, я обращался и в Совет Федерации с данным вопросом, и в администрацию президента. Я не знаю, поскольку я считаю, что этот запрет абсолютно архаичный. И, ну, они мне как отвечают, что этот запрет закреплен в международных соглашениях, которые подписала наша страна аж в прошлом веке. Есть такая международная конвенция о нераспространении порнографии. Я считаю, что эта конвенция давно уже устарела. Она, кстати, принята была не ООН, да, а Лигой наций, которую организация не существует, да, и подписывала эту конвенцию Советский Союз, да. Но поскольку мы являемся правоприемником Советского Союза, мы все эти обязательства выполняем. На самом деле все цивилизованные страны уже вышли давно из этой конвенции о нераспространении порнографии. Потому что это абсолютно архаика. Порнография существует. Вы выйдете в любую социальную сеть, вы выйдете там в интернет. Это есть. Никто с этим не борется. Тогда для чего это делать? Для чего вообще этот запрет держать? Я просто не могу понять. Чтобы правоохранительные органы вместо того, чтобы ловить убийц, ловить воров, ловить коррупционеров, занимались тем, кто смотрит порнографию, кто ее хранит дома. Это абсолютная архаика. И более того, я подавал в этот сайт, как он называется, российская общественная инициатива, предложение опубликовать. Пусть 100 тысяч подписей соберет, не соберет. Это мое предложение. Но они его даже не опубликовали. Они сказали, что мы такое не публикуем в силу каких-то там положений. Ну, простите, я считаю, что нужно как-то обществу не стесняться это говорить. Вот я не стесняюсь, я говорю это. Да, я за порнографию. Я за то, чтобы она была легализована. Я против того, чтобы ее смотрели дети. Я против того, чтобы она транслировалась на центральном телевидении или вообще на каком-либо телевидении. Но в сети достаточно она должна быть свободна в плане того, что там 18-летний человек, у которого нет ограничений по возрасту, он вполне может иметь доступ к ней. Андрей, и по поводу Юлии Цветковой. Она терпит нападки со стороны правоохранительных органов. И они ее даже не слушают, не защищают от пилы против ЛГБТ. Это такое сообщество, которое как раз действует против сторонников ЛГБТ-активистов. Ну вот, они будут бороться с рисунками, а не с убийцами и кровопитцами. Они будут бороться вот как раз с невинными людьми, которые там что-то ВКонтакте написали, что-то там опубликовали у себя против президента. Вот это главные враги для них. А убийцы и кровопитцы, наоборот, для них это свои люди. Абсолютно. Потому что вот как раз они же, вот эти бандиты, поедут потом на Донбасс развязывать войны, захватывать Крым. А кто еще поедет? Это их союзники, понимаете? Вот вы видели эту историю, да, с Соколовым, доцентом СПБГУ, да, который там развращал девочек, ну, студенток своих, и который расчленил одну из них, просто на кусочки разрезал, убил и расчленил, и начал сбрасывать куски тела девочки в реку. Простите, а вы знаете, что прокуратура генеральная приняла решение, что никакого издевательства, да, особой жестокости по отношению к убитой он не проявил. То есть расчленение тела для генеральной прокуратуры не является особой жестокостью, понимаете? А вот рисунки, да, порнографические или там эротические, для них это вот особая жестокость, и надо девочку травить и так далее. А бороться с бандитами, головорезами, которые ненавидят своих собственных граждан, они никогда не будут, потому что это их союзники. Они сами ненавидят нашу страну, они сами русофобы. Вы понимаете, когда либералов говорят русофобы, простите, мы не русофобы. Мы стоим на каких принципах? Мы стоим на том, что человек, его права и свободы должны соблюдаться государством, и только когда человек свободен в своих проявлениях, в своих чувствах, в своей личной жизни, живет так, как он хочет, при этом не затрагивая, да, прав и свободу другого человека, такой человек способен самореализоваться. Такой человек способен трудиться, себя реализовать в профессии, в работе, а так, простите, когда человек не свободен, он будет, он не будет трудиться эффективно. И в этом и заключается беда всей нашей страны. Государство, когда сидит на этой нефтяной игле, когда цена на нефть была слишком высокая, сейчас она вообще там 9 долларов за баррель, как в 90-е годы стало, еще посмотрим, как мы поживем. Еще вспомним, это благословенное ельцинское время, но когда на нефть была высокая цена, то тогда они даже не задумывались о том, а как сделать так, чтобы человек был умный, образованный, имел возможность самореализоваться. Им человек не нужен. Нефть это не наше богатство. Нефть это наша беда. Потому что, когда государство сидит, качает нефть, то человек ее не интересует. Им все равно, сколько человек зарабатывает, сколько, как он человек живет, какие у него потребности. И поэтому у них такая репрессуха. Они сидят там в Кремле и думают, вот человек должен жить вот так, не знаю, Богу молиться, да, там в церковь ходить, просить, а кто-то атеист, кто-то не хочет молиться Богу. Вот они считают, вот человек должен жить половой жизнью так, как вот им представляется, да, правильным. Андрей, я хочу сделать акцент на том, что это рисунки. То есть мы должны пойти в Третьяковскую галерею, в Лувр и снять все картины, где присутствуют обнаженные тела. Так? Ну, о том и речь, что вот это невежество, вот это ханджинство, которое у нас в головах чиновников сидит, а уж особенно очень недалеких некоторых сотрудников правоохранительных органов, она, конечно, губит и искусство, губит культуру и она губит весь прогресс, понимаете. Действительно, мировое искусство основано на чувственности, да. Мне, например, никогда фильмы Кинта Браса не назвать там дешевой порнографией, да. Это абсолютный шедевр мирового искусства. Это смотрится с большим удовольствием. И это не является там какой-то грубостью. Есть и... Ну, слушайте, я не буду рассуждать. Я как бы не искусствовед на эту тему, да. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, нельзя запрещать людям там наготу. Нельзя запрещать людям проявление чувственности, да, там, любви, секса в тех формах, которые дозволены, не знаю, моральными устоями. Я считаю, что моральные устои нашей страны, они вполне могут позволить существованию порнографии, да, законному существованию порнографии. Поскольку нет ни одного, наверное, взрослого человека в нашей стране, который не видел бы порнографию. Буайризм – далеко не примитивное явление. Это не просто предмет сексопатологии. Это важнейшая ветвь искусства и литературы, в первую очередь фотографии и кинематографа. Ну, может быть, какие-то там схемники, да, но их в расчет как бы не берем. Они как бы и сейчас ее не будут смотреть, и когда легализованно не будут смотреть. Но другие люди, которые хотят это смотреть, да, они должны иметь право на это. Хорошо. 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 Продолжение следует...